Предприятие силовая электроника-разработчик. В первой стране рязанские инженеры выпустили станцию быстрого заряда, которая позволяет зарядить электромобиль за время от 20 до 40 минут. Выглядит как системный блок, весит немного. Можно поставить дома, можно брать с собой в поездку. Работать может от розетки и подключается к зарядным станциям, которые установлены в городах. Человек может взять с собой в дорогу. Скажем, на многих заправках нет станции, но есть розетки трехфазные. Подключиться к трехфазной розетке и заряжаться достаточно быстро. 30-40 минут он может пополнить емкость. Данное устройство, скажем, если сравнивать по ценам, то есть полноценная 50-киловаттная зарядная станция, она стоит в производстве АОГРПЗ 2 миллиона. То есть вот эта мобильная зарядная станция, она только в половину мощности меньше. Цена ее 230 тысяч. Роман – один из первых владельцев электрокара в Рязани. Сейчас в городе всего шесть таких машин. Стоят они несколько дороже, чем авто, работающие на бензине. Зато заряжать их можно бесплатно. Роман, когда бывает неподалеку, приезжает на улицу высоковольтную к разработчикам зарядных устройств. Можно попить кофе или сходить в магазин неподалеку. За это время авто зарядится на все 100%. У меня на большой станции уходит 22 минуты до 90% зарядить машину. То есть это приблизительно порядка 200 километров хода. Дома эта машина, если полностью разряжена, заряжается где-то за 8-10 часов. То есть как сотовый телефон, вечером приехал домой, поставил в розетку, воткнул ее в розетку и заряжается. Электромобиль практически не требует никаких вложений. Он окупается примерно за год. Ему не нужно менять масло или фильтры. Пользоваться тоже намного удобнее. Остается вот у меня запас хода 41 километр. Заряжается машина. Все. Больше тут ничего нет. То есть как обычно телефон там моргает три кнопочки. Еще один владелец Виталий пересел на электрокар после 25 лет за рулем авто, работавшего на бензине. Родные сначала сомневались, стоит ли менять машину. В основном пробег по городу и не хочется как бы платить денег за бензин. Живу в частном доме, поэтому имею возможность заряжать его от обычной розетки. Ну и достаточно экономия, плюс довольно очень комфортный автомобиль. У зарядных устройств, которые разрабатывает силовая электроника, фактически нет конкурентов. Зарядки для электромобилей есть у европейских производителей, но они дороже. Китайские с более низким качеством. Есть еще проект, пилотный проект Мособлэнерго в Московской области, когда они хотят оснащать дворы столбами освещения со встроенными медленными зарядными устройствами, типа этого, но встроенного в столб. Мы сделали два образца таких станций, они сейчас находятся на испытаниях Мособлэнерго. По планам в этом году должно быть оснащено 200 столбами 200 дворов, в следующем году 1500 дворов. Еще один проект станции ультрабыстрого заряда для электробусов. Они мощностью 300 киловатт. Зарядить электробус можно будет за 20-30 минут. Предполагается, что на дороге Москвы 300 таких машин выйдут уже в этом году.